Какое у вас основание? Никак не решать данный вопрос. Основание у меня полтора литра красного венца. Да, если вы сейчас находитесь в Калининграде, то мы можем встретиться, потому что я заказал личный вертолет из Москвы до Калининграда. Но мне нужно вас идентифицировать. Я общаюсь только с женщинами с определенным размером груди. Продолжение следует... И записывать вот этот вот потрясающий контент. Друзья мои, перед тем, как мы начнем, напоминаю вам, что у меня есть еще другие YouTube-каналы. Второй YouTube-канал касается строго экспертного контента про долги, про кредиты, про банкротство. Он называется «Банкротство физических лиц с Ильей Монархом». И наш третий YouTube-канал называется «Элайн Юристы Шортс». На третьем YouTube-канале у нас выходят переговоры с коллекторами, вот такие же, но в субботу и воскресенье. То есть на этом YouTube-канале у нас переговоры выходят с понедельника, по пятницу, субботу и воскресенье на третьем нашем YouTube-канале. Ссылки, ребят, на эти каналы в описании. Проходите, подпишитесь. Лишним, уверяю, вас точно не будет. Также у меня есть отличный телеграм-канал, где я публикую очень много полезной юридической информации, делаю анонсы прямых эфиров. Он называется «Элайн Юристы Илья Монарх». Тоже у нас там очень много подписчиков. Пожалуйста, ссылки тоже в описании. И, конечно же, если вам нужна наша юридическая помощь, банкротство, физических лиц, оптимизация долгов, компания «Элайн» к вашим услугам, если нужна помощь по вопросам получения военных билетов, смена категории годности, защита от мобилизации, это моя вторая юридическая компания «Армии нет». Ссылки на нее тоже есть в описании. Ну а сейчас коллекторы, давайте начинать, погнали. Вы знаете, у меня очень плохая кредитная история. Наверное, он мне вряд ли одобрит. У меня уже 15 просроченных кредитов есть. В будущем, как раз таки, если понадобится кредитную историю, можно оформить заявку на минимальную сумму. Ну то есть вы можете допустить, да, что в целом, даже если у меня плохая очень кредитная история, то займ мне дадут, правильно? То есть вы такое допускаете? Я могу допустить такое, точно сказать не могу, потому что решение принимает программа. Ну, у вас были такие случаи на практике вообще? Подобные? А? Алло? Какого плана подобные случаи? Ну вот что, у человека много просроченных кредитов, а ему ваша компания одобрила займ. Я точно сказать не могу по другим компаниям. Нет, у вас, у вас компания, у вас компания такое было? У вас? Нет, я понимаю, у вас получается. Это глупый ужас. Вот, на самом деле, друзья, у них такое точно, я вас уверяю, было, они там даже в кредитную историю часто запрос не делают. То есть люди, которые обращаются в МФО, они, как правило, это делают не от хорошей жизни. И большая часть клиентов МФОшек, они почему туда идут-то? Потому что в банках уже кредиты не дают. Ни один нормальный человек просто так не пойдет в МФО. Вот, и поэтому, зная это, ни какой там особо программы, машины, как она говорит, нет. Они просто выдают, и все, там минимальную сумму. Алло? Добрый день, меня зовут Алиса, я представляю юридическую компанию. Помогаем списать договоры обязательств и законно. Вам это интересно? Я уже обратился в самую лучшую юридическую компанию по списанию долгов, элайн-юристы. Спасибо большое. Ну, может быть, вы все-таки придете к нам, посмотрите в ГОВе. Да что на вас смотреть? Что, вы красивые, что ли? Я же обратился в самую лучшую компанию уже. Вы красивые, что ли? Провняйте. Так, я зачем? Я уже обратился, говорят, я договор уже заключил, деньги уже занес. Ну, у вас не было заседания? Ну, я деньги уже заплатил, там люди уже работают. Вы просто для себя можете сравнить, что условия... Так, а зачем? Смысл? Я же говорю, я обратился в самую лучшую юридическую компанию, элайн. Зачем? Если я обратился в самую лучшую, зачем мне обращаться в ту, которая хуже? Не понимаю. Или вы мне добра не желаете? Я так понимаю, вы мне добра не желаете, да? Не прийти с вами разобраться или что? Алло! Алло, я стрелять буду! Взрыв! Ложись! Алло! Ну, так что там с списанием долгов? Здравствуйте! Здрасте, здрасте! Здравствуйте! Это микрофинансовая компания WebBanker, меня зовут Подгорного Татьяна Юрьевна, финансовый консультант. Вы Роман Игоревич? Да. Дата рождения назовите вашу, пожалуйста. Назовите размер груди свой, пожалуйста. Для чего вам эта информация? Для идентификации. Какой? Ну, мне нужно вас идентифицировать, понимаете? Я общаюсь только с женщинами с определенным размером груди. Если ваш размер груди соответствует... Да вы что говорите! Роман Игоревич! Моим стандартам я с удовольствием с вами проведу диалог. Конструктивный. А как настроиться? На конструктивный диалог настройтесь, Роман Игоревич. У вас вопрос неорешенный в компании. А как надо настроиться? Почему никто не может не ответить, как надо настраиваться? Не могу понять. Потому что нужно ответить, да, озвучить свою дату рождения. Только свои персональные данные нужно озвучивать, да, всем подряд, тем, кто тут по телефону названивает. Ну, конечно, да. Почему всем подряд? Но вы для меня все подряд вообще-то. Что я могу сделать с вашей датой рождения? Слушайте, а что я могу сделать с вашим размером груди? Да, по-моему, не нужна эта информация. Вы даже не сможете... А что вы за меня додумываете? Подождите, вам тоже не нужна моя дата рождения. Вы же говорите, она у вас, наверное, есть, если вы из компании там какой-то. Дата рождения у меня есть, да. Информация цифра есть. Ну, так у меня нет информации по поводу вашего размера груди, поэтому слушаю размер груди. Роман Игоревич, если вы не доверяете звонку, перезванивайте на горячую линию в компании... Так я вам не звонил, ни от вас вообще ничего не надо, алло. Да как же, у вас нерешенный вопрос, поэтому сегодня такой вопрос должен быть решен, перезванивайте. Так а почему я должен перезванивать? Я же вообще от вас ничего не хотел. Подождите, размер груди я слушаю, пройдите идентификацию. Так пройдите мою идентификацию, я тогда назову вам дату рождения. Так подождите, вы мне называете размер груди, я вам называю дату рождения, мы с вами продолжим диалог. Вы серьезно? Вы вроде взрослый человек, Роман Игоревич. Перезванивайте. А что, а что не серьезно? Подождите, ну, подождите, вы хотите мои персональные данные, правильно? Я от вас тоже хочу ваши персональные данные, не понимаю. Мы с вами находимся в паритете, женщины. Не нужны вам мои данные, всего доброго. Хорошо, ну это к психиатру, слушайте, ну давайте. Давайте. Ну, коллектор, вы какие интересные, значит. Нам, значит, ваши персональные данные, оказывается, не нужны, по вашему же мнению. То есть вы за нас тут сами же додумали. А, значит, мы вам все тут должны предоставлять. Ребят, так это к психиатру. Это к психиатру, это лечить надо. Вы что, ребят, это лечить же надо. Ну или тогда становитесь у зеркала и общайтесь сами с собой, и отвечайте сами себе на свои же вопросы. Вам будут отвечать, я вас уверяю. Алло. Максим? Да, Максим. Алло. Да, я Максим слушаю. Максим, ты на меня не узнал? Узнал, узнал. Привет. Привет. Ты замок? Да нет. Слушай, у меня вопрос к тебе есть. А ты не в Москве случайно? В Москве. В Москве? Угу. А давно ты там? Пару дней. А до этого где был? В Дубае. В Дубае? Ну да. А Калининград как же? Ну, в Калининград потом. В Дубае лучше Калининграда, там теплее. А это точно Макс? Почему Макс? Это Максик. Это Максик чемпион. Понимаешь? Дима, просто... Вам номер никто не отдавал этот? Номер отдавал? Да нет, вроде бы. Просто голос не похож. Не похож. Ну, вы знаете, на самом деле, у меня вертолет уже в Калининград. Я скоро буду в Калининграде. Вот, у меня уже вертолет, мне нужно лететь надо скоро. Поэтому, если вы сейчас находитесь в Калининграде... Да, если вы сейчас находитесь в Калининграде, то мы можем встретиться. Потому что я заказал личный, значит, вертолет из Москвы до Калининграда, то он меня уже ждет. Поэтому, если хотите, можем встретиться, в принципе. Алло. Алло. Я понимаю, где вы его взяли. Просто я когда-то общалась с человеком. Это был его номер телефона. Его зовут Максим. А что вы от него хотели? Я пообщаться хотела. У меня очень... Ну, есть там какие-то вопросы, которые я хотела ему задать. Я была очень долго утратилась во всемном списке. Я сейчас набрала просто чуть-чуть случайно. И пошли гуски. Ну, как, мы общались год назад. Ну, он с коллекторами не общается. А почему здесь коллекторы? Ну, вы коллектор. Нет, я не коллектор. Не коллектор, да. Не знаю, он, наверное, думает, что вы коллектор, скорее всего. Нет, он не может так думать, потому что он знает меня лично. Да? Не знаю. Ну, тогда почему они берут трубки? Ну, наверное, потому что мы поругались и перестали общаться. Но какое-то время не общались. Ага. То есть он хочет, чтобы я вас помирил или что? Нет, не он хоть не знает кто. Я просто хочу понять, с кем я разговариваю вообще. А как у него фамилия, вы знаете? У него фамилия? Знаю. Да. Какая? Пупкин. Неправильно. Ну, на самом деле, конечно, я Максима никакого не знаю. И вы можете ему смс-ку написать, чтобы он перестал мне скидывать. И тогда, наверное, он с вами пообщается. А вы кто? Я очень известный человек. До свидания. Здрасте. Наталья Александровна, вы меня слышите? Да, слышу вас. Представляешь, что вы в руку Наталье Александровне? Зачем мне надо передавать? Это Павел Сбоказайнер, судебный отдел. Меня зовут Анастасия Ивановна. Индивидуальный код 169. Наш разговор записывается. Наталья Александровна, понимаете, по какому поводу звонок, верно? Ну, вы попрошайничаете деньги. Наталья Александровна, вы услышали? Я представилась. Ну, вы попрошайничаете деньги, я же говорю. Ответьте на вопрос, пожалуйста. А какой вопрос-то? Наталья Александровна, вы хорошо меня слышите? Нет, ну вы спросили, вы понимаете, по какому поводу я звоню или что-то такое? Я говорю, вы попрошайничаете деньги. Да, но я не это спрашивала. Я задала вопрос, понимаете вы или нет. Ответ от вас не поступило. Не знаю, вы доктор, что ли? Проверяете осознанность человека или что? Что у вас за любопытство странное какое-то? Давайте все-таки вернемся к теме нашего диалога, не будем уходить. Так вы тема диалога-то задайте для начала, чтобы к ней возвращаться. А какая тема? Ну, так сразу так и говорите. Здравствуйте, меня зовут Мария Пердосовна. Пердосовна, я по поводу задолженности звоню. Чего вы какой-то ерундой-то занимаетесь? Разговариваете тогда нормально. А то я хрен знает, что вы там хотите. В компании у вас 47-й день просроченной задолженности, которая состоит из основного долга. Вот так и надо было сразу начинать. А то начинайте, как это ерунду-блинга. 86 копеек. Вы как намерены урегулировать вопрос задолженности? Да вообще я не думаю никак. Какое у вас основание? Никак не решать данный вопрос. Основание у меня полтора литра красного венца, который я сейчас открою. Значит, что-то у меня потрясающе. Полтора литра красного венца. Я уже открою сейчас по типу личку. Наталья Пердосовна, я обращаю вас внимание, что в постороннем порядке менять условия договора и отказываться от оплаты нет права ни у вас, ни у компании. Это является нарушением действующего законодательства. Вы это понимаете? Да мне похер вообще. Если честно. Ну, жаль, что приняли такое решение. компания документы начинает готовить уже на судебное взыскание и пытается с вами договориться. После того, как вы доходите данный заявок в добровольном порядке, вы сможете вновь обратиться в компанию. Пожалуйста, не перебивайте, я вас выслушала. Если у вас сейчас лазерство, то мы готовы к нам на встрече. Предлагаем заставить на скидкой по акции за 11 600 рублей. Я с вами вообще не планировал общаться с женщинами. С кем вы общаетесь? Вам поговорить там не с кем, что ли, или что? Интересуют вас данные предложения. Кого? Наталья Александровна, вы меня слышите? А почему вы решили, что я Наталья Александровна? Вы трубку верните Наталье Александровне, пожалуйста. Трубку, наверное, да? Трубку, трубку кому надо вернуть? Наталья Александровна, сейчас меня слышите? Так я вас слышал с самого начала. Я просто хочу спросить, о чем вы говорите, зачем вы мне даете эту информацию, я же ведь ее не просил вроде бы. Зачем вы мне эту информацию даете? Или я же говорю, вам поговорить не с кем, или что? Что, пожалуйста? А почему вы решили, что здесь вообще есть такой человек? Откуда у вас такие вообще основания полагают? Какие-то персональные данные мне запросили? Как будете готовы к конструктивному диалогу? Да ладно, пошутила я, женщина. Да Наталья Александровна у нас связи. Да слушаю вас, слушаю. Строите из себя только дурачков-то. Сами-то слышите кто-то на другой стороне провода? А так вот их пока не перебьешь, а где-то свою шарманку закручивают, блин, какой эффект, я не очень понимаю. С собеседником надо общаться, а не скрипты читать. Алло, здравствуйте. Это вам не поможет. Просто сидите и скрипты зачитывать. На линии идет соединение. Люди к вам как вот таким вот относятся просто. Если вы просто сидите и зачитываете свои скрипты, кому это интересно? Да, здравствуйте. Виталий Викторович, я с вами разговариваю. Да, слушаю вас. Звонок поступает профессиональная коллекторская организация «Эверест». Меня зовут Галина Николаевна Сазонкина, ведется запись разговора. Документы ваши поступили к нам в организацию по факту нарушения условия кредитного договора. Вообще, мы с вами первый раз. Информация несет финансовый характер, поэтому будьте добры, дату вашего рождения назовите для подтверждения личности. А вы как подтвердите, что вы из компании звоните? А зачем мне вам что-то подтверждать? Я вам позвонила. О, интересно. А мне зачем вам что-то подтверждать? Ну, тогда звоните в учреждение, где вы оформляете договоры. В учреждение, так подождите, а почему вы сразу убегаете? Информация, к сожалению, так как вы отказываетесь подтвердить свою личность. Так подождите, ну вы же мне звонок совершили, так вы сначала сами подтвердите, что вы из организации, потом я, может быть, что-то подтверждать буду. Алло! Мне больно, мне больно, не говорите больше, пожалуйста, мне больно.